В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязани прошла ночная репетиция Парада Победы. В Борках нашли снаряд времен Великой Отечественной войны. И глава региона встретился с ветеранами. Этой ночью в центре Рязани прошла репетиция Парада Победы. В ней приняли участие военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, курсанты и кадеты. Я напоминаю, что телекомпания «Город» сделает Парад Победы в Рязани доступным для всех. Онлайн-трансляция будет вестись на нашем сайте город62.тв. О репетиции главного торжества года расскажет моя коллега Анна Герцовская. На площади Победы в 9 часов вечера начался настоящий праздник. Сюда прибыли парадные расчеты, войск Рязанского гарнизона и выстроились в ровные коробки. Вся репетиция полностью отражала события реального парада. Ни один момент не был упущен. От выноса знамени Победы до смотра строевых песен на площади Ленина. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ полковник! Поздравляю вас с 72-го годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Один за другим парадные расчеты торжественным маршем выдвинулись в сторону площади Ленина. Первыми мимо Вечного огня прошли несколько коробок десантников. Отплощенный парадный расчет 137-го гвардейского парашютно-десантного рязанского ордена Красной звезды полка. Такая репетиция нужна для слаживания и подготовки войск Рязанского гарнизона к параду, чтобы абсолютно все 9 мая выглядело четко, красиво и достойно. По итогам, после прохождения парадных расчетов все неточности обсуждались. Однако представители командования заявили, что в целом гарнизон подготовлен к параду отлично. Конечно, были замечания по проведению сегодняшней репетиции, но 9 мая войска Рязанского территориального гарнизона выполнили все задачи, поставленные начальником Рязанского территориального гарнизона генералом-майором Концевым Анатолием Георгиевичем. Новшество предстоящего парада в том, что в нем впервые примет участие отряд юноармейского движения. Стоит сказать, реальный парад все-таки будет отличаться от репетиции. Представители рязанских войск облачатся в парадную форму одежды, на улицах города соберется еще больше людей, а на площади появятся ветераны, с которыми можно будет пообщаться. В эти дни, дни празднования годовщины Великой Победы, временно исполняющий обязанности губернатора региона Николай Любимов встретился с ветеранами войны и тружениками тыла. Глава региона поздравил их с праздником. С каждым годом их все меньше. Тех, кто сам видел, участвовал, помнит. Роковые годы, Великую войну и Великую Победу. Но все же пока они живы и в гербовом зале звучат не только слова горечи и утраты, но и слова благодарности живым героям. Нет такой семьи в России, в Рязанской области, которая не коснулась войны. День Победы для каждого, от рядового россиянина до президента нашей страны, священный праздник, символ национальной гордости. И сегодня мы никак не позволим пересмотреть нашу историю, отнять нашу победу. Нам по-прежнему важна и эта память, и проявленная народная сплоченность. До Рязани фронт не добрался, но имена наших земляков навсегда вписаны в историю этой войны. Рязанская область внесла очень большой вклад в победу, и нам есть чем гордиться. Наша земля под войной дала стране самое большое количество героев Советского Союза. Многие рязанцы стали полными кавалерами ордена славы, крупными военачальниками. Для них сегодня самое важное – это внимание, знать, что их помнят и чтут. Возможность раз в году, в цветущие дни мая, встретиться с боевыми товарищами и сесть за один стол. Услышать слова благодарности и увидеть мирных, молодых, свободных нас, ценой их жизни и молодости. В Рязани сотрудники Росгвардии обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны. Предмет, напоминающий боевую мину, обнаружили в поселке Борки местные жители. Прибывшая на место инженерная группа рязанского ОМОНа выяснила, что снаряд является немецкой 50-мм миной 40-го года выпуска. Об опасной находке подробнее Валерий Седов. Такие работы жители поселка Борки запомнят надолго. Хозяин дома 108, Владислав, рыл ров под фундамент. И его лопата натолкнулась на очень необычный предмет. Как ему показалось, это был просто кирпич. Но стоило Владиславу выкопать его и взять в руки, как он понял, что это за предмет. Это был боевой снаряд времен Великой Отечественной войны. За моей спиной находится дом, который стоит, наверное, лишь благодаря чуду. Ведь еще совсем недавно он мог быть стерт с лица города. Сегодня Владислава дома не оказалось. Он был на работе. Поэтому события того злополучного дня нам рассказал его сосед Юрий. Подъехал сначала скорую помощь, потом милиция подъехала, МЧС и пожарная машина. Тогда, что я вышел, слез с окна вышел. Спрашивали, о чем дело-то. Вот мину нашел. Хозяин спрашивает, мину нашел. Метерную достал из земли и положил ее туда. А я вот здесь рамки стою. Трех метров все от меня. И никто ничего не предупредил, все молчком, тихо, все. Она вот трех метров от забора была. Это не страшно. Я потом узнал, я все. Приехавшие сотрудники полиции ограничили доступ к месту обнаружения опасного предмета. На месте происшествия группа инженерно-технического отделения ОМОНа отдела Росгвардии Паризанской области идентифицировала в обнаруженном предмете немецкую 50-мм мину 1940 года выпуска. Саперы ОМОНа Росгвардии транспортировали опасный предмет в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом. Юрий рассказал, что на этой территории они играли еще детьми. Только благодаря счастливому случаю никто из них не натолкнулся на мину в те времена. Он также рассказал, что раньше на территории поселка были военные склады. Да и сам район, по его словам, во время Великой Отечественной войны бомбили неоднократно. Поэтому сколько таких подземных сокровищ хранит земля, неизвестно. Кроме шествия бессмертного полка и парада в Рязани запланировано много мероприятий. Одно из них – вальс победы. Танцевальный флешмоб как символ единства поколений стран, народов ради мира на планете. В этом году он пройдет и в Рязани. Ирина Ковалева расскажет о репетиции акции. Невероятная атмосфера сейчас царит на улице Хризани. Абсолютно нет машин, люди танцуют, ходят радостные, счастливые. И хотя до праздника остается еще достаточно много времени, такое ощущение, что он уже наступил. Бравые ребята в военной форме, малыши, которые будут танцевать для ветеранов 9 мая, и заинтересованные зрители, получившие возможность окунуться в атмосферу праздника еще до его наступления. Все собрались на главных улицах Хризани вечером 4 мая, чтобы ненадолго представить, как пройдет главный праздник года. В этот вечер репетиция состоялась не только для участников парада, но и для школы танцев губернского бала, которая вот уже несколько лет подряд организует 9 мая площадку «Вальс Победы». Любой человек, когда какой-то большой крупный праздник, всегда играет музыка, гармонь. И 9 мая 1945 года является одним из самых ярких праздников. И, естественно, мы устраиваем танцы в этот день. То есть стиль танцев наиболее приближенный к танцам того времени. Главная задача танцоров на 9 мая – пригласить на победный вальс ветеранов. Тех, кто весной 1945 года танцевал от радости на главных улицах города. И хотя мы сегодня не можем в полной мере ощутить то, что испытывали наши прабабушки и прадедушки, площадка «Вальс Победы», по мнению ее участников, помогает перенестись в прошлое и окунуться в атмосферу великой радости. «Меа, на самом деле, после каждого вот этого вальса Победы переполняет чувства. Нам ведущий даже говорит, что поднимите руку вверх те, кого сейчас переполняют чувства. Я всегда поднимаю руку вверх». Легендарные Риоритов, Акстрот и, конечно же, король танцев – вальс. 9 мая их могут исполнить не только ученики школы танцев, но и все желающие. «Говорят, что вальс – не такой сложный танец, его можно научиться танцевать буквально за несколько минут. Так говорят. А сейчас мы попробуем». Поверьте, любой участник площадки «Вальс Победы» 9 мая, так же, как и Влад, согласится обучить вас этим несложным движением. Несколько минут, и я уже довольно сносно вальсирую. Во всяком случае, этого достаточно для того, чтобы почувствовать себя частью великого праздника, великой победы. 12 эпизодов войны можно увидеть в книге, написанной нашим коллегой, журналистом Евгением Баранцевым. С 2008 года он состоит в поисковом отряде. И за это время в его профессиональном портфолио накопилось немало историй о рязанцах и Рязани в военные годы. 12 историй. 12 маленьких эпизодов из жизни людей, о которых мы читали в книгах и смотрели в фильмах. Но представить, что все это было правдой, сложно. Евгений Баранцев, журналист, много лет занимается историей Великой Отечественной войны. И каждый услышанный, увиденный, добытый случайно факт, становился первым шагом на пути к тому, чтобы открыть новую страницу в книге памяти. Евгений докопался до истины не единожды. И результаты можно увидеть теперь на страницах его книги «Рязань. 12 эпизодов войны». Так как темой Великой Отечественной войны на территории Рязани и Рязанской области я занимаюсь уже с 2008 года, то, конечно, все эти наработки хотелось однажды реализовать в книгу. Ну и вот в начале этого года, в феврале, все звезды сошлись и мы начали работать над книгой. Ну вот сегодня, буквально сегодня, 4 мая, она была доставлена из типографии. Все выверено до мелочей. Долгие часы проведены в архивах, ценные минуты за беседами с живыми свидетелями эпохи. На страницах книги их рассказы, подтвержденные документами и иллюстрированные фотографиями из семейных альбомов. Уникальными снимками, ранее нигде не публиковавшимися. Все в этой книге – живая история, начиная с обложки. Обложка этой книги уникальна тем, что эти картины, их здесь две на обложке, были написаны рязанским художником-любителем Вадимом Вороной. Он родился в довоенной Рязани, во время войны он был школьником. Он все это видел, все это настолько сильно оказало на него влияние, что когда он начал заниматься изобразительным искусством, он все это тщательно, вспомнив, запечатлел. Одна из историй, которую можно прочитать в книге – результат работы с региональным поисковым движением. Существует она с 2009 года, и с тех пор люди разных возрастов и профессий добровольно проводят свое свободное время в поиске. И восстановление белых пятен истории. Недавно совсем появилось воинское захоронение на Богородском кладбище. То есть появилось специальное место, где мы хороним наших бойцов. Потому что просто так захоронить сейчас нельзя без справки о смерти. А красноармейцам никто таких справок не выдает. И вот сейчас мы юридическую эту норму преодолели. И это одна из наших заслуг таких, как грамотность, с почестями, похоронить наших бойцов, отдавших жизнь свою за родину. Всем известны имена героев и хорошо знакомы названия крупных битв. Но в каждой семье каждого города нашей страны есть история, которая достойна памяти. Нам, потомкам, остается только одно – помнить и быть благодарными. А благодарность может заключаться в том, чтобы знать историю хотя бы родного города. И знакомиться с трудами наших же земляков. Таких, как Евгений Баранцев. Сейчас мы ненадолго прервемся. Не переключайтесь и смотрите во второй части этого выпуска. Патриарх Кирилл посетит Рязанскую область. В Академии в Синроссии оживили сюжеты Великой Отечественной войны. И как правильно носить георгиевскую ленточку. В эфире программа «День города» и мы продолжаем выпуск. Патриарх Кирилл посетит храм в Касимовском районе. Его визит состоится в воскресенье 7 мая. Настоятель Русской Православной Церкви проведет литургию в Никольском монастыре в село Шостье. Позже он совершит богослужение в Вознесенском соборе в Касимове. На службу смогут прийти все желающие. О том, заедет ли Патриарх в Рязань, пока неизвестно. О подготовке к приезду Патриарха расскажут наши коллеги из Касимова. 7 марта ожидается визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Касимовскую землю. Он планирует посетить Ставробегиальный женский Никольский монастырь в селе Шостье. Сейчас я стою на высоком клиросе. Раньше его не было. Именно отсюда будет петь замечательный шостинский хор во время праздничного богослужения. Повсюду слышен стук молотков, звук работающей дрели. Все готовится к встрече высокого гостя. Много изменений произошло в Никольском храме, где будет проходить служба. Храм буквально преобразился на глазах. Появились новые резные коностасы. Селья покрыты паркетной плиткой. Преображается и окружающая территория. Мы решили помочь сестрам в их непосильном труду. Так как работу более женскую они сами могут выполнить, а более тяжелую работники администрации решили взять на себя. Чтобы встретить патриарха, потребовалась помощь паломников. Светлана Кузякова занимается отделкой помещений. Она приехала из Рязани по приглашению настоятельницы монастыря, чтобы помочь. Для меня это прям большое событие, что к нам приезжает патриарх. И поэтому хочется и на службу побывать, и на молебне побывать. Там уже будет храм освящаться же. И хочется, естественно, поприсутствовать. Здесь, прямо на лужайке, около скульптуры Николая Угодника, проходит репетиции танцевального коллектива. Воспитанницы монастыря надеются порадовать патриарха своим творчеством. Мы очень взволнованы, что приедет святейший патриарх. И очень рады этому событию, потому что на нашей памяти это событие знаменательное, но и впервые происходит. Приезд патриарха планировался на прошедшую осень, но был перенесен на май. И все это время насельница Никольского монастыря старательно готовится к встрече, чтобы сделать его еще краше. Это впервые в истории нашего села, за его несколько вековую историю, когда приезд первого иерарха в село. Поэтому, конечно, мы очень волнуемся, готовимся, ждем. Святейший патриарх Кирилл после монастыря посетит Вознесенский кафедральный собор. Встреча с прихожанами состоится в 14.00. Все желающие смогут получить благословение патриарха. 8 и 9 мая в Рязани запланированы праздничные торжества, посвященные Дню Победы. Помимо традиционного парада и шествия Бессмертного полка, жители города ждут и другие интересные мероприятия. О них расскажет Наталья Новикова. 8 мая в 6 вечера в ЦПКО состоится новая акция «Парк Победы». В парке будет создано праздничное настроение Победного мая 1945 года. Рязанцы смогут потанцевать под духовой оркестр, посетить большую барахолку в духе послевоенного времени, поесть мороженого и попить газировки, а заодно окунуться в атмосферу 40-х годов. День Победы начнется с акции «Бессмертный полк». 9 мая рязанцы вот уже в пятый раз пройдут по центральным улицам города, неся в руках портреты родных и близких, участников Великой Отечественной войны. А с 10 утра с площади Победы начнется праздничное шествие войска Рязанского территориального гарнизона. Парад завершится на площади Ленина, где в 11 утра пройдет конкурс «Песня в солдатском строю», а в 12 – «Народное гуляние. Здравствуй, мир». С 11 утра в Кремлевском сквере начнутся гуляния «Народная победа». В 14.00 в городском парке на улице Ленина начнется фестиваль «Мы помним песни Победы». Весь день в М5 Мол будет проходить выставка военной техники. Показательное выступление по рукопашному бою, выступление ансамблей. Состоится также концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Также Рязань присоединится к всероссийской акции «Рекорд Победы». В более чем 150 городах люди начнут выполнять отжимания от пола по одному разу за каждый прожитый мирный день с момента окончания Великой Отечественной войны. 25 933 раза в этом году. В Рязани акции пройдет в Центральном парке культуры отдыха на воркаут-площадке около теннисного корта с 5 до 8 вечера. А в 18.00 в ЦПКО пройдет «Народное гуляние» в 6 часов вечера после войны. В 7 вечера на Площади Победы будет объявлена общероссийская минута молчания, после которой начнется концерт «Победный май». Завершится день традиционно праздничным салютом в 22.00. В преддверии праздника Великой Победы Рязанская нефтеперерабатывающая компания поздравила ветеранов войны, тружеников тыла и бывших работников завода. Сегодня они были приглашены в Рязанский областной театр драмы на праздничный концерт на дорогах фронтовых, посвященный 72-й годовщине Победы. Музыкально-патриотическая композиция на дорогах фронтовых, в которой прозвучали стихи и песни военного времени, стала очередным вкладом РНПК в празднование 72-й годовщины Великой Победы. Оказание помощи ветеранам не только в праздничные дни, но и на протяжении всего года стало уже традиционным для Рязанского нефтеперерабатывающего завода. Они оказывают материальную помощь, в том числе и ремонт отдельно ветеранам делают по нашей просьбе. И поэтому у нас постоянная связь с ними. Вот Владимиру Владимировичу я сегодня буду вручать грамоту. Это не просто грамота, это возможность поблагодарить генерального директора РНПК Владимира Абрамова. Ну а он, в свою очередь, перед началом концертной программы поздравил каждого ветерана, а после вместе с кадетами вручил всем приглашенным цветы. Я очень надеюсь, что им понравится этот концерт и понравятся все те подарки, которые мы им сделали. И они получат только положительные эмоции. Те, кто не смог прийти на этот праздник, также получили подарки от РНПК. Молодые специалисты завода навестили и поздравили тех, кто в годы войны не жалел сил на фронте и в тылу, а в мирное время трудился на Рязанском нефтезаводе. В Академии ФСИН России оживили сюжеты Великой Отечественной войны. Накануне 72-й годовщины Победы в Рязани провели историческую реконструкцию и угостили приглашенных блюдами полевой кухни. О событии расскажет Марина Комиссарова. Мирное небо над головой, молодость и беспечность, любовь, планы на будущее. Как в один миг все эти слова рассыпаются в прах? Одним сообщением, переданным по радио. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ежегодно реконструкторы буквально в течение 10 минут перелистывают страницы страшной войны, напоминая о том, что видели и чувствовали в те сороковые роковые, точно такие же юные люди, как мы. В этот раз реконструкция в преддверии праздника состоялась на площадке Академии ФСИН, а все роли исполнили курсанты. В учебном заведении накануне Великого праздника проходит большое количество мероприятий, посвященных Дню Победы. Основные мероприятия – это 9 мая, участие в УЗА, в параде Победы, в смотре конкурсе, военной песни. Мы умышленно проводим немножко ранее, чтобы все ветераны имели возможность участвовать во многих мероприятиях. Сегодня проходит один из основных комплексов мероприятий – это торжественное собрание, концерт, посвященный Великой Победе, который на 90% готовится силами курсантов. Форма досконально соответствует форме советских солдат, вплоть до пуговиц. На глазах у зрителей разворачиваются боевые действия, а потом на крыше столовой символично машет советским флагом курсант в роли контарии. И по плацу триумфально проезжает боевой автомобиль советских офицеров. Его в 2003 году нашел Рязанец в болоте под Солочей. И с тех пор автомобиль – желанный участник любых патриотических мероприятий. Этот автомобиль называется ГА-67, а история у меня неизвестна. Я пытался найти, а историю так и не нашли. Но я знаю, что он участвовал во время войны, потому что у него сзади были пылевые пробоины, а я его нашел в болоте под Солочей. Кто-то его бросил туда. Ну, сломался уже. Ну и вот, и восстановил. И приятно ехать по городу, ешь на нем. Все тебя приветствуют, машут сигналят. Удовольствие, так сказать, получаешь. Бывал Валерий Иванович за рулем своего газа и на параде на Красной площади. Но чаще всего он проводит праздник в Михайлове. Именно этот город Рязанской области сильнее всего пострадал в годы войны. Единственный в регионе он был занят фашистами. Реконструкция состоится еще раз 9 мая в сквере возле Кремля. Надевать в канун 9 мая георгиевскую ленточку как знак уважения к фронтовикам и их подвигу для молодых поколений уже стала очень важной традицией. Это не только символ воинской доблести, но и, пожалуй, самый простой способ сказать ветеранам спасибо. Новые правила ношения георгиевских ленточек в преддверии праздника 9 мая объявила Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». О них расскажет Валерий Седов. Георгиевская ленточка состоит всего из двух цветов – оранжевого и черного. Черный обозначает дым, а оранжевый – пламя. Сама же лента символизирует личную доблесть солдата, проявленную в бою. Именно поэтому она стала элементом Ордена Славы Трех Степеней, учрежденного в годы Великой Отечественной войны. С каждым годом популярность этой ленты в народе возрастает. Получить ее хотят многие жители нашего города, как напоминание о подвиге советских солдат. Но, к сожалению, за последнее время люди стали использовать этот символ больше как украшение, забыв об истинном его предназначении. Ленточку завязывают даже на поясной ремень. А в автомобилях могут украшать не только антенны, но и даже дворники. Мы, как волонтеры Победы, рекомендуем носить этот символ ближе к сердцу. Не советуем горожанам прикреплять ее на сумке, на антенну машин. И также вместе с лентой мы раздаем вот такие листовочки, где мы как раз таки изобразили, как по нашим рекомендациям, правильно носить эту ленточку. А сзади еще и краткая история этой ленты, чтобы каждый гражданин знал, откуда же она взялась и какой смысл она несет. Волонтеры Победы показали нам, как правильно завязать красивый узел и куда именно надо крепить ленточку. Самое главное правило – закреплена она должна быть выше пояса. В этом году георгиевскую ленточку можно будет получить со 2 по 8 мая с 6 до 8 часов вечера. Волонтеры будут раздавать ее на Бульваре Победы, а также на площадях Победы, Театральной и Ленина. На этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Завтра подведем итоги этой недели, а пока – хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и 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 «Хин 104».тв. Субтитры создавал DimaTorzok